Рассказ основателя и директора программы и резиденции, позволяющие людям, которые не являются гражданами Эстонии, иметь доступ к таким услугам со стороны Эстонии, как формирование компании, банковские услуги, обработка платежей и оплата налогов. Программа дает всем ее участникам, так называемым и резидент, смарт-карты, которые они могут использовать в дальнейшем для подписи документов. Программа направлена на людей из сфер предпринимательства, независящих от местоположения, например, разработчиков программного обеспечения и писателей. Последнее слово директора программы и резиденции в Эстонии – это самая важная работа, которую я когда-либо выполнял. Я начала работать над и резиденцией в 2014 году, когда это была просто невероятная идея нескольких людей. Мне было 26 лет, я был очарован потенциалом нашей новой цифровой нации и вернулся в Эстонию по программе, инициированной прежним президентом Томасом Хендриком Ильвесом по возвращению талантов из международной диаспоры. Затем я получил стипендию для запуска первой в мире программы и резиденции с небольшим бюджетом и большими надеждами. Четыре года спустя и резиденции установятся частью нового отношения нашего государства к гражданам других стран, живущих за пределами наших границ. В настоящее время у нас более 50 тысяч электронных резидентов из более чем 150 стран, и они вносят свой вклад в нашу цифровую страну, так как мы никогда не представляли, в том числе через более чем 6 тысяч новых компаний, которые они создали здесь. Внедрение и резиденции на этот этап разработки в качестве стартапа правительства было моей личной целью. Вот почему я считаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы завершить свою собственную работу здесь и позволить другим перенести программу на следующий этап разработки, известный как Ирезиденции 2. Сказать, что последние 4,5 года были интересными, было бы при уменьшении. Ирезиденции был горячей темой для обсуждения среди мировых лидеров и политиков из Европейского Союза в ООН и даже в Ватикане. ООН наблюдает за тем, как электронные жители разрушают барьеры для предпринимательства. Они проявили большой интерес к потенциалу Ирезиденции, который поможет демократизировать доступ к предпринимательству во всем мире и преобразовать методы работы государств в цифровую эпоху. Это международное партнерство действительно важно, потому что Ирезиденции – это не игра с нулевой суммой. Мы считаем, что Эстония получает большую выгоду от этой программы, когда наши электронные резиденты получают прибыль и когда страны, в которых они работают, также получают пользу. Мы хотим помочь другим странам оцифровать и запустить свои собственные программы электронного резиденства, потому что это дает нам больше возможностей работать вместе плодотворно. Эстония уже не единственная страна, предлагающая и резиденции, и мы понимаем, что еще несколько стран находятся на стадии планирования запуска своих собственных программ. Мы продемонстрировали, что это работа для Эстонии, поэтому она может работать и для других стран, хотя каждый из них должен будет сосредоточиться на своих собственных уникальных преимуществах при принятии решения о том, как они будут служить миру. Не менее важно, что Ирезиденция привлекла внимание предпринимателей-инноваторов со всего мира. Мы отправились в Силиконовую долину, чтобы запустить программу в общедоступном бета-режиме с помощью Тима Дрейпера и Стива Дюрвитсона, которые стали первыми электронными резидентами за пределами Европы. С тех пор мы прошли тысячи миль, чтобы посетить множество других мероприятий и встреч с предпринимателями во всей планете. Мы поняли, что чем больше людей открывают для себя Ирезиденции, тем больше возможностей для Ирезиденции. Например, вот Тим Дрейпер демонстрирует, как он использует Ирезиденции в качестве инвестора. Возможно, вы также заметили, что Ирезиденция была в новостях за последние 4 года. Фактически, анализ различных исследований показывает, что Ирезиденция стала самым узнаваемым международным брендом Эстонии, а также самой популярной темой, связанной с Эстонией. Картина, которую, вероятно, лучше всего описывает развитие Ирезиденции, за последние 4 года на самом деле выглядит менее эффектно. Изначально было запущено онлайн-предложение и во всем мире начал расти интерес к нему. Тем не менее, мы быстро поняли, что было несколько ошибок, поэтому мне пришлось приостановиться и срочно их устранить. Заявки на Ирезиденции продолжают расти более быстрыми темпами, более 100% в год. Возможно, еще важнее то, что число новых эстонских компаний, созданных Ирезидентами, росло такими же быстрыми темпами, что также отражалось на экономике Эстонии. Такое стремительное развитие является нормой для технологических стартапов в секторе предпринимательства, но мы только начали понимать, как он может также перерастраивать государство. С тех пор, как был сделан этот вывод, мы совершили гораздо больше ошибок и столкнулись с гораздо большими проблемами, поскольку программа Ирезиденции быстро развивалась и часто вступала в конфликт со сложностями транскраничного бизнеса и бюрократии. В некоторых случаях люди даже размышляли о том, могут ли определенные проблемы стать началом конца Ирезиденции, такие как потенциальная уязвимость безопасности и ужесточение доступа к банковским услугам во всей Европе для нерезидентов. Было также намного больше рисков, которые рассматривались наперед, прежде чем они могли начать создавать проблемы. Вместо этого Ирезиденция непрерывно развивалась благодаря тому, что государственный и частный сектор работают вместе с электронными резидентами, чтобы находить творческие решения и развивать систему вокруг программы. Например, в конце прошлого года мы успешно завершили длительный процесс, который привел к большим возможностям в банковском бизнесе для всех эстонских компаний. Мы также не боялись постоянно разрабатывать новые идеи, которые могли бы повысить возможности и облегчить жизнь электронных резидентов. От функций сообщества, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, до предлагаемого эсткоин. И резиденция добивается успеха, потому что это национальная инициатива. Помимо нашей команды, важную роль в реализации программы электронного резидентства сыграли полиция и пограничная служба Эстонии, Министерство иностранных дел Эстонии вместе со своим посольствами и налоговая и таможенная служба Эстонии. Фактически, мы больше не думаем об ее резиденции как о программе, потому что она стала официальным статусом людей, обслуживаемых Эстонской Республикой, а также граждан и жителей. Эти три группы имеют разные отношения с нашей Республикой и ее территорией, но все они являются частью одной цифровой нации и могут получить еще больше преимуществ в будущем. И резиденции – это новая идея, но правда в том, что эстонцы всегда стремились выйти за пределы своей страны, чтобы завести ценные дружеские отношения по всему миру с людьми, которые способствуют нашему общему процветанию, возможностям и безопасности. Фактически, все страны имеют отношения с людьми, которые не являются ни их гражданами, ни их жителями. Через и резиденции Эстония теперь официально поддерживает эти отношения и предоставляет инструменты, необходимые для работы в нашей цифровой стране из любой точки мира. Точно так же, как граждане и жители используют свои собственные цифровые идентификационные карты. Будет еще много возможностей и проблем, так как мир меняется с приходом цифровых технологий. Нам необходимо научиться и приспособиться использовать их для построения лучшего будущего. Если мы смогли сделать все это с помощью и резиденции в течение четырех лет, просто представьте, что мы можем сделать в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова